Итак, мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Робейну Ашера Роша. И посмотрим, что он говорит про изучение Торы. Учите недельную главу Торы, завершая ее вместе с общиной, два раза прочитывая саму главу, а один раз перевод Ункилуса на арамейский язык, и также комментарий Раши. И насколько возможно, учите внимательно. На самом деле Рош цитирует трактат Брахот, восьмой лист, в котором сказано, что человеку всегда следует изучать недельную главу вместе со всей общиной, два раза саму главу и один раз перевод. И каждому, кто изучает недельную главу вместе с общиной, продлевают дни и годы. Теперь то, что сказано Шулхан Арухи от имени Роша. Хотя человек и слышит чтение Торы по субботам со всей общиной, тем не менее он обязан каждую неделю самостоятельно прочитывать недельную главу. Два раза саму главу и один раз перевод на арамейский язык. А если он учит главу с комментариями Раши, то это засчитывается как чтение перевода. А тот, кто трепещет перед Богом, пусть прочтет и перевод, и комментарии Раши. Написано так в трактате П.А. Это в Мишне. Сказано так. «Вот дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, но главную награду он получает в мире грядущем. Почитание отца и матери, помощь ближнему, установление мира между людьми, но изучение Торы равноценно всем заповедям вместе взятым». Итак, каждое слово Торы, которое изучает человек, этим он исполняет отдельную предписывающую заповедь Торы, которая равноценно всем остальным заповедям вместе взятым. «А раз так, то когда человек учит хотя бы одну страницу, он тем самым исполняет несколько сот заповедей, и каждая из них равноценно всем прочим заповедям». Это комментарий Гаона из Вильна, который называется «Шнот Ильяу» на эту главу из трактата П.А. А теперь зададим вопрос. Мы знаем, что был обычай в Вавилоне прочитывать Тору, всю Тору, в течение трех лет. Потом мудрецы Израиля установили, что прочитывают Тору в течение года. И, как вы знаете, что Тора, пяти книжек, состоит из пятидесяти четырех глав. Причем две главы читаются вместе. И это значит, что у нас пятьдесят три главы, которые мы прочитываем в течение года. Но когда выпадает суббота праздничная, то мы читаем то, что связано с праздником. И бывает, что в какие-то недели мы читаем две главы, потому что в течение года мы должны завершить изучение всего пяти книжек. И вы знаете, в Симха Тора мы завершаем Тору последней главой Зод-Браха, это благословение, и опять начинаем с первой главы Берешит. Но для того, чтобы нам правильно понять, что это такое, мы должны немножко открыть то, что написано в святой книге Зор. Горе человеку, который утверждает, будто Тора – это некоторые рассказы, истории. Но все слова Торы содержат высшие тайны. И так же, как у человека, у Торы есть душа, тело и одежда. Что же является одеждами Торы? Это рассказы. Рассказы о сотворении мира, о наших прадцах, о спуске евреев в Египте, в Египет, о избавлении из египетского плена, получении Торы, сорок лет в пустыне, и, наконец-то, последние слова, которые говорит Моше перед своей смертью на пороге вступления в землю Израиля. Это рассказы Торы. Но святая книга Зор называет их только одеждами. А что же является телом Торы? Это заповеди, которые называются гуфей Тора, то есть плоть Торы, тело Торы, которые выходят, которые стоят за этими рассказами. А что же является душой Торы, которая важнее всего? И в сущности это и есть Тора. Что это? Это святые имена Творца. Больше того, то, что называется душа, души Торы, это особенное четырехбуквенное имя Творца Авая, расширением и разъяснением которого являются все слова от первой буквы Бет, Берешит, и завершая последней буквой Ламет в слове Исраэль. И теперь мы можем попробовать чуть-чуть понять то, что сказано в Торе. И это то, что открывается нам, то, что открывает нам величайший учитель еврейского народа, Ариза, Равицка, Глурия, Ашкеназий. И он говорит, что сад тайной мудрости называется в Талмуде пардес. И это слово выбрано не случайно. Он объясняет, что это не только означает цитрусовый сад, сад, а это код из четырех букв. Первая буква Пэй, Пшат, простой смысл. Вторая Рэйш, Рэмис, намек. Третья Далит, Драш, толкование. И, наконец-то, четвертый уровень постижения Торы, который называется Сод, то есть тайна или сокровенный смысл. И вот давайте попробуем открыть книгу Берешит. И буквально первые слова нашей книги. И до того, как мы начнем это учить, я хочу поделиться с вами Мидраж, который часто цитировал наш учитель Равицкак Зильбер. И он приводит слова Раби Акивы и одного апикориса, того, кто отрицает нашу веру. И вот этот атеист с издевкой спросил у Раби Акивы, кто создал мир? Ответил ему Раби Акива, творец, Бог, приведи мне ясные доказательства. Потребовал этот апикорис. Раби Акива ответил ему вопросом на вопрос. А скажи, кто сшил твой костюм? Как кто? Портной. Приведи мне ясные доказательства, что это так, сказал Раби Акива. Какие тебе нужны доказательства? Воскликнул этот атеист. Разве не очевидно, что костюм сшит портным? Раби Акива подвел итог этого короткого диалога. Как костюм свидетельствует о портном, как дверь свидетельствует о столере, который ее сделал, о дом, о строителе, так вся вселенная свидетельствует о создавшем ее творце. А теперь мы можем прочитать первую строчку Торы. Берешит, Барай Луким, Эта Шамаем, Вэта Арец. И попробуем разъяснить ее с точки зрения этих четырех уровней постижения. Простого смысла, намека, толкования и тайны. Итак, то, что говорит Раши. Первая строка Торы не передает порядок творения. В ней нет указания на то, что небо и земля были созданы пермами. Ведь для того, чтобы указать на последовательность событий, нужно было бы написать не Берешит в начале, сначала, а Баришона сначала, а не Берешит. Так говорит Раши. Рамбан дополняет. Послушай предисловие к книге Берешит. Он пишет. Послушай верное и ясное объяснение первой строки Торы в соответствии с ее простым смыслом. Пшатом. Творец извлек из полного и абсолютного айн ничто тончайшую, не являющийся веществом основу, созидающую энергию. Готовый принять форму и перейти из потенциального состояльника в реальность. Реальность это слово, которое придумали наши мудрецы, называется Мециют, корень ядца, то, что вышло и реализовалось. Дальше. А после этого он уже ничего не творил, а только облекал в форму. Это первое творение было бесконечно малой точкой, не обладающей материальностью. И уже из нее были созданы небо и земля и все наполняющее их. Это пока простой смысл. Намек. Это говорит Бааля Турим, Рабьяков, сын Рабейну Ашер. В первой строчке Торы есть шесть букв Алиф. В соответствии шестью тысячами Аллафим в течение которых будет развиваться история всего человечества. Намек. Толкование Медраж Танхума. Когда возводят дворец, то сначала строят фундамент, нижний этаж, а потом верхний. Но дворец создал сначала высшие духовные миры, а затем низший материальный мир. Ведь написано «Вначале сотворил всесильный небо, а потом землю». А теперь посмотрим, что открывает нам тайна. И это Сефер и Цира книга творения. Всевышний сотворил мир с помощью тридцати двух путей сокровенной мудрости. Ламитбетнэйти вод хохма. И это из чего же состоят эти пути сокровенной мудрости? Они состоят из двадцати двух букв нашего алфавита, еврейского алфавита, и десяти каналов сферот, по которым распространяется влияние высших миров на ниши. Сочетая двадцать две буквы всеми возможными сочетаниями, творец создал все существующее. А теперь посмотрим, что дополняет книгозор. Из потенциальной энергии сжатия проявилась сокровенная точка. Не существует никакого знания о том, что было до этой точки. И поэтому она называется решит начало. Тайна творения заключена в развертывании и распространении этой точки, в которой было скрыто сияние, зор. И из этого сияния возникло все существующее. А теперь процитируем «Машгия Хаешивы мир», «Раби Ирухама». Причем это имеет отношение к четвертому уровню постижения, которое называется «Сод». Особенность главы Берешит заключается в том, что в ней тайна «Сод» это и есть простой смысл «Пшат». А простой и открытый смысл слов «Торы» это лишь намек «Ремес» на эту тайну. Ведь вся глава Берешит для нас она подобна священной книге Зор, основополагающему трактату по Кабале, автором которой является Тана Акадош Рабишиман Бар-Йохай. Слова «Вначале сотворил Всевышний небо и землю и дух Всесильного парил над водой» рассказа Гандедене о змее все это сот все это тайна. Хорошо. На первый взгляд то, что мы цитировали Рамбана в его предисловии книги Берешит заключено как бы странное противоречие. С одной стороны он говорит сотворение Вселенной это глубочайшая тайна, которую невозможно постичь из строк пяти книжек. Но ясное понимание этого процесса достигается только на основе устной традиции Кабалы, восходящей к нашему учителю и наставнику Моше. Но буквально вслед за этим Рамбан говорит «А теперь послушай верное и ясное объяснение этого отрывка в соответствии с его простым смыслом. Всевышний сотворил все творение из абсолютного ничего айн. Он извлек из полного и абсолютного ничего тончайшую основу, не имеющую материальности. Что это за основа созидающую энергию, готовую принять форму и прийти из потенциального состояния в реальность? А чуть дальше Рамбан добавляет «Эта первая основа была подобна бесконечно малой точке, не имеющей материальности, и из нее было создано все, наполняющее небо и землю. Если это пшат простой смысл, то что же тогда тайна сот? И таким же образом описан в святой книге Зор процесс зарождения мира. Из потенциальной энергии сжатия появилась сокровенная точка и не существует никакого знания о том, что было до этой точки. И поэтому она называется решит. А тайна творения заключена в развертывании и распространении этой точки, в которой было скрыто сияние Зор, и из этого сияния возникло все существующее. И продолжает книга Зор и говорит, при сотворении Всевышнего мира в центре Вселенной появилась точка, которая распространилась вправо, влево и во все стороны. И весь мир возник из этой центральной точки. И слов Рамбана получается, что он как раз намекает на тайну творения, которая заключена святой книге Зор. О какой же бесконечно малой точке говорится в комментарии Рамбана. есть открытие современных ученых, а одно из последних открытий было сделано в конце 20 века в 86 году. Это теория Великого Взрыва. И руководитель космических исследований НАСА профессор Роберт Джастрол он пишет так. Ныне мы видим, что научные данные свидетельствуют в пользу о библейских представлениях о происхождении Вселенной. Детали отличаются, но существенные элементы в астрономическом и библейском описании происхождения Вселенной совпадают. Цепочка событий, заканчивающаяся появлением человека, начинается резко и внезапно в пред определенный момент времени со вспышки света и всплеска энергии. И он продолжает. В настоящее время астрономы обнаружили, что сами себя загнали в тупик, в угол, потому что они доказали, причем собственными научными методами, что мироздание возникло внезапно, в едином акте творения. И они выяснили, что все это стало результатом действия сил, относительно которых они не могут надеяться что-либо узнать. Теория большого взрыва вставит все научное сообщество перед непростым выбором. Если до исходного момента ничего не существовало, так сетует известный астрофизик Джон Нарликар, то акт творения знаменует собой полное нарушение закона сохранения вещества и энергии. Итак, ученые приходят к пониманию того, к открытию того, о чем написано в святой книге Зор, о чем то, что открывает нам Сефир и Цира, которые имеют отношение к нашему прадцу Аврааму. А теперь продолжим комментарий Рамбана. И он говорит, объясняя то, что сказано, вначале сотворил всесильный небо и землю. Знай, объясняет Рамбан, что слово небо подразумевает один вид первой материи, а земля другой. Только эти два вида первоматерии были сотворены из аин, из ничего, а все остальное создавалось на их основе. И, следовательно, простой смысл этой строки таков. Сначала сотворил всесильный небо, то есть извлек соответствующий вид первоматерии из ничего и землю извлек иной вид первой материи из ничего. И тогда следующий этап существовала не одна исходная точка, а теперь две. И так он продолжает, что из абсолютного небытия, из полного ничего была вызвана эта точка, меньшее, чем горчичное зерно, и это небо, и все, что в нем. А другая точка, это земля и все, что на ней. Это первоматерии неба и первоматерия земли. Итак, мы открываем, что мы говорим только с момента сотворения мира, то, что мы можем постигать, то, что открыто нашему пониманию, это то, что написано в трактате Хагига, то, что было до сотворения мира, и что будет после того, как мир будет завершен, ты не можешь исследовать. Но почему мы же открыты для всех вопросов, мы же хотим понять, что происходит, и как же так, мы не можем спросить, да, почему? Потому что первое слово Берешит объясняется в Талмуде, говорит Раби Йохана, десятью речениями сотворен мир, но если мы увидим, то первое речение, это говорится только о сотворении света, и всего получается девять раз написано в первозданном творении Вайомер и сказал творец, а где же десятое? И открывает Гаон из Вильна, что это на основании слова Раби Йоханана Берешит нами Мамар, Берешит тоже речение, и что же было сотворено этим речением, Решит Начало, если есть начало, есть продолжение, и значит есть Тахлид, есть цель, то есть значит мир, который сотворен, он сосуществует в параметрах, которые называются время. С другой стороны, обладание формой это границы, это значит что есть мы существуем в границах пространства. И это то, что открывает современная наука, если не будет массы, это после теории Эйнштейна, если не будет материи, материального мира, то исчезнут и пространство, и время. Два определяющих для того, что называется материя. до Эйнштейна, так он пишет в письме, это была теория Ньютона, что даже если материя исчезнет, время и пространство останутся. Сейчас, когда теория Эйнштейна объяснила, он пишет это в 1905 году, что на самом деле есть прямая связь между энергией и материи, и скоростью света. То есть, если не будет материи, не будет пространства и времени. То есть, в момент сотворения материальной вселенной были образованы эти две границы пространства и время. А мы, тот человек, который сотворен был в шестой день творения, мы его потомки. Сказано, что творец сотворил человека двумя юд в и и и и и сотворил человека. И почему же двоюд объясняют наши мудрецы для существования в этом мире и в будущем мире. И по подобию на всесильного сотворил его. Именно на это имя творца. Всесильный. То есть в человеке заключены все силы, которые существуют в мире. Мы знаем животный мир, мы знаем мир зверей. Почему человек мог открывать имена на святом языке, почему этот зверь называется келев, ки- лев, как сердце, а этот называется хамор, хомер, материя. материальность, потому что в нем, внутри него были вложены все силы, которые находятся в животном мире, в птицах, в рыбах. Весь животный мир, он заключен в человеке. Но это только с пояса и ниже. А до этого сказано, что когда творец сотворил первого человека, ангелы хотели произносить перед ним к душу кадош, 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 потому что он был сотворен. Та душа, которая была вдунута в эту форму, созданную творцом из всех прахов земли, дунул душу живую. Ваипах, паапав, нишмат хаим, в его ноздри творец вдунул душу живую. От кого вдунул? От себя вдунул. То есть происхождение человека связано с дыханием Творца. А открывают наши книги откуда была взята душа Адама и души его потомков из именно еврейского народа из-под престола славы Творца. То есть из мира, который выше мир ангелов. Что же, чем же обладает человек? Он обладает свободой выбора и он обладает разумом. Так вот, почему же ограничивают понимание человека и говорит Талмуд наши мудрецы открывают, что тот, кто не жалеет славу Творца, лучше бы ему не рождаться в мир. Тот, кто думает о том, что было до сотворения мира, то, что будет после сотворения мира, то, что было до пространства, после пространства. Почему? А что это такое тот, кто ле рауи лей валет. Он не должен был бы рожаться, родиться. Лучше бы пуповина обкрутилась вокруг его горла, и он не родился. Он не жалеет славу Творца. Объясняет рамбам, что такое слава Творца? Это разум человека. Он так понимает эту Мишну во второй главе трактата Хагида. Почему? Потому что у нас нету средств для постижения, потому что мы мыслим в границах пространства и времени. И это великая тайна, которую мы открываем. И много раз наш учитель Рабыц как цитировал. Почему первая буква, с которой начинается изучение всей Торы, буква Бет? Обратите внимание, она закрыта с трех сторон. А только после того, как эта буква написана, и в ней заключена особенная точка, дальше с момента сотворения мира мы должны постигать Тору. И это то, что я привел вам, четыре уровня постижения, которые говорят о том, к чему только что буквально в конце двадцатого века, в начале двадцать первого приближаются ученые. То, что открыто нам, и то, что мы получили с горы Синай от Моши Рабейну тайну сотворения мира. Но как, с чего началось творение мира? Об этом мы поговорим на следующем уроке. Тору.